Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Дарья Курмышкина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошел заключительный концерт всероссийского фестиваля Мьюзика Инжегрол. Сотрудники КФУ разработали мобильное предложение КФУ АП. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся мастер-класс популярного ведущего радиостанции Бимрадио. В лесопарковой зоне озера Лебяши прошел первый этап спартакиады вузов Республики Татарстан. 2019-2020 спортивное ориентирование бегом. Более сотни студентов-спортсменов вышли на старт, чтобы определить сильнейшего. Подробности смотрите далее. 16 октября состоялось проведение соревнований по спортивному ориентированию бегом спартакиада образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан. В соревнованиях представлены 12 команд вузов Татарстана, в числе которых Казанский федеральный университет. Сегодня мы проводим спартакиаду вузов среди студентов. Это первый вид программы, который открывает спартакиаду города среди вузов. Прежде чем заявить о себе на соревнованиях, студенты усердно тренировались и готовились долгое время. Для того, чтобы желать и выступать, мы определенные навыки иметь. Навыки беговой подготовки, навыки умственной подготовки, где карту надо уменьшить и все остальное. Дистанции представляют из себя контрольные пункты, которые участникам необходимо преодолеть. Представителям команд были выданы специальные чипы хронометража. У первой группы вузов было 12 контрольных пунктов. На каждой точке, когда участник ее нашел, он должен сделать отметкой чипом электронного хронометража. У него зафиксируется время и судьи поймут, что он действительно был там. На месте состязаний воцарил поистине спортивный дух соперничества. Ребята поделились, что готовы приложить максимум усилий для победы. После прохождения дистанции состоялось награждение победителей и призеров. В этом году чемпионом вузов Татарстана стала команда Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Команда Казанского федерального университета заняла второе место. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универниус. В шоу-руме высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошло очередное заседание дискуссионного клуба на тему «Современный марксистский кружок». Более подробно смотрите далее. В шоу-руме высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошло очередное заседание дискуссионного клуба на тему «Современный марксистский кружок. Повторится ли история?». В обсуждении приняли участие представители марксистского кружка в Казани, которые поделились своим опытом. Важно не выучить те книжки, которые писали Маркс, Ленин и же с ними, а понять вообще само учение. Поэтому мы делим нашу программу не на работы какие-то классиков, а на базовые категории, которые необходимы для понимания в первую очередь существующего общества, ну и самого учения. Оно отражает общественные отношения. На заседании говорили о том, чем интересен разработанный Карлом Марксом научный подход к пониманию истории и общества, и как он может быть применен сегодня. Марксизм – это все-таки несколько более сложная штука, чем о материальном благосостоянии. Потому что материальное благосостояние, достаток людей в марксизме – это всего лишь средство для удовлетворения более высших потребностей, потребностей в духовном развитии некоторым. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универньюс. О днем ранее также в шоуруме состоялся мастер-класс популярного ведущей радиостанции БИМ-радио Артема Рычева. Ответы на вопросы о том, как найти свой стиль и как говорить, чтобы твои слушатели не могли от вас оторваться, вы найдете в данном сюжете. Популярный ведущий Артем Ручев провел мастер-класс для студентов высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, где он рассказывал, что такое прямой эфир, как он отличается от эфира подготовленного. Прямой эфир требует более быстрой работы, чем подготовленный, чем эфир в записи. Все те, кто находятся здесь, неважно, занимаются они радио, телевидением, если они пишут статьи какие-то, это будет одинаково полезно для всех. Главный гость вспоминал о том, как он прошел работать ведущим, а также рассказал о трудностях и нюансах, дал советы начинающим журналистам. Артем Ручев поделился со зрителями тем, что в проведении интервью самым важным является знание большого потока информации об объекте своего интереса. Первое, я здесь главный, неважно, кто перед вами, запомните, вы хозяин положения, вы хозяин интервью. Не давайте никогда, ни в коем случае, человеку взять в руки инициативу. Артем Ручев рассказал студентам-журналистам, каким он видит радио в будущем. Радио выходит, оно становится мультимедиа, это называется, то есть оно выходит в прямые эфиры, в социальные сети, оно выходит в интернет, оно ведет какие-то прямые трансляции, вот за этим будет будущее. Ведущий утреннего шоу БИМ-радио отвечал на различные вопросы из зала. Эльвина Тарзимовна, Ленар Довлетьяров, Универньюз. Программисты инженерного центра телекоммуникации и информационных систем запустили официальные мобильные предложения для студентов Казанского Федерального Университета. Подробнее о новом персональной помощнике вы найдете в следующем сюжете. Сотрудники КФУ разработали мобильное приложение КФУ Апп. Этот персональный помощник студента разрабатывался молодыми специалистами на протяжении двух лет. На данный момент приложение запущено в демо-версии и работает только на операционной системе Android. Разработчики обещают, что в скором времени обязательно запустят и версию для iOS. Наше приложение разрабатывалось совместно со студентами КФУ. Основная идея заключалась в дублировании личного кабинета студента. Мобильное приложение КФУ Апп начинало свое существование на языке Java. После программисты перешли на язык Kotlin. Начинали разрабатывать со справочника обычного, где можно было посмотреть карту объектов, новости университета и структуру университета. Позже мы решили внести функционал личного кабинета студента. Это просмотр своего расписания, успеваемости. Данный персональный помощник обладает множеством функционалов. Им могут воспользоваться студенты, а в дальнейшем абитуриенты и преподаватели КФУ. Для абитуриентов в первую очередь мы думаем о том, чтобы создать возможность сразу через приложение подавать заявления. Для преподавателей планируем создать удобную платформу для проставления оценок, баллов, зачетов или незачетов. При запуске мобильного приложения перед глазами открывается новостная лента КФУ. Также тут есть отделы карты, где записаны все адресы институтов университета. Расписание группы, которые при его модернизации, соответственно, тоже будут меняться. А оповещение об изменении будет появляться в отделе уведомлений. Тут же находится отдел меню, где каждый студент может просмотреть свой профиль, успеваемость, профиль своих одногруппников и многое другое. К нам сразу поступила информация о том, что в расписании какое-то изменение, добавление. Мы это сразу вносим в свою базу данных и это сразу отображается в приложении. Обновление функционала КФУ АП будет происходить каждую неделю. Разработчики персонального помощника поделились с нами, что будут рады услышать пожелания студентов насчет приложения. А также они приглашают всех желающих присоединиться к данной работе. Все желающие студенты, пользующиеся операционной системой Android, уже могут воспользоваться мобильным приложением КФУ. Эльвина Тарзимина, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Заключительный концерт Всероссийского фестиваля музыки «Интеграл» состоялся в Казанском федеральном университете. Он объединил всех ценителей классической музыки. Анна Глузнова расскажет подробнее. В одном из самых старинных и красивых залов Казани, Императорском зале Казанского федерального университета, прошел заключительный концерт Всероссийского фестиваля «Мьюзик Интеграл». В этом году фестиваль проходит перед поддержкой фонда президентских грантов, в рамках которого проходят пять фестивалей в разных городах в течение года. Вот уже был фестиваль в Новосибирске, сейчас второй фестиваль в Казани, потом в Перми, в Санкт-Петербурге и в Москве. В фестивале классической музыки приняли участие студенты Казанского федерального университета, а также студенты других вузов со всей России. Я счастлива. Этот проект не просто научит людей играть, это духовное объединение. Мы здесь все испытываем такое огромное удовольствие, такой подъем энергетический. Идея фестиваля заключается в популяризации классической музыки среди молодежи, объединение молодежи разных специальностей. Профессиональные музыканты и любители играют вместе в камерных ансамблях и в оркестре. Не случайно заключительный концерт проходит именно в стенах Казанского федерального университета. Казанский университет, его профессора и студенты, они славятся своей любовью к музыке. В экспозиции музея истории Казанского университета можно увидеть музыкальные инструменты, которыми пользовались профессора университета. Например, ректор университета Векслин, он играл на флейте. Профессор университета Борис Арбузов, он играл на скрипке. Весь вечер для зрителей звучала классическая музыка в исполнении оркестра, хоровой капеллы, камерного ансамбля и студентов. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok